Приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и познакомиться с их автобиографией. Кулио Ромео де Торрес. Испанский художник. Родился 9 ноября 1874 года. Был сыном Рафаэля Ромео Барроса. Художника, который занимал пост директора музея изобразительных искусств Кордовы. Когда ему было 10 лет, он начал учиться у своего отца в школе изящных искусств. Его первые известные работы «Голова араба» и «На коне» датируются 1889 годом. Два года спустя он создавал уже иллюстрации для дневника Кордовы. Я пользуюсь переводной википедией. В 1895 году составился его первый показ на национальной выставке изобразительных искусств, где он получил почетное упоминание. Хотя в 1897 году он пытался получить стипендию в Испанской Академии в Риме. Ему это не удалось. В 1898 его брат Рафаэль умер в возрасте всего 30 лет. Он участвовал в национальной выставке в 1899 году. Был награжден медалью третьей степени. Именно тогда он начал преподавать в художественной школе и женился на франциске Фелиссер Лопес, которая также была из семьи художник. В 1903 году был назначен профессором школы. Он много путешествовал, посетив Италию, Францию, Англию и Нидерланды. На национальной выставке 1906 года его работа «Питомники любви», изображающие проституцию, была отклонена за аморальность. Но привлекла большее внимание публики, чем работы победителей. На выставке 1908 года был награжден медалью первой степени за свою цыганскую музу. В 1912 его работа снова осталась непризнанной. Но его поклонники подарили ему его собственную золотую медаль, выполненную Кулио Антонио. После того, как его оскорбили на выставке 1915 года, он прекратил участие, поселился в Мадриде. В 1916 году стал профессором античного рисунка и одежды «Настоящая академия изящных искусств Ант Фернандо». Представлял академию на многочисленных международных выставках. Но наибольший успех пришел к нему в 1922 году, когда он отправился в Буэнос-Айрес со своим братом Энрике, чтобы открыть и выставку в галерее Уитком. Его презентация включала каталог, написанный известным автором Романом Дель Барье Инкланом, и имел оглушительный успех. Вскоре после этого он был избран действительным членом «Настоящей академии» и «Академии в Кордове». В 1928 году его здоровье ухудшилось, и врачи посоветовали ему подолгу отдыхать. Измученный переутомлением и болезнью печени, он вернулся в свой родной город в 1930 году, чтобы восстановить силы, но все же продолжал работать. Он оставил две картины незаконченными, когда умер в возрасте 55 лет. Умер он 10 мая 1930 года. Вот так немного о испанском художнике Хулио Ромео Де Торрес. Пока-пока, до свидания.